Друзья, всем привет! С вами Оксана Лифенко и сегодня хочу поделиться с вами своей радостью. Представляете, я, видимо, себя очень хорошо весь год вела, что у меня шикарные подарки от Святого Николая. На самом деле, от Святого Николая у меня тоже здесь подарочки. Вот пряжа красивенькая. Но вот этот вот подарочек, это мне прислала моя интернет-подруга, подписчица, покупательница. В общем, один замечательный человек, который пожелал остаться в тайне. И смотрите, кто здесь, какой здесь главный у меня подарочек. Куколка Клео Ириска. Сейчас я немножечко, и здесь другие еще подарочки, немножечко расчищу пространство и будем вместе с вами смотреть. Главный подарок для кукольника, что, конечно же, это куколка. И вот такую шикарную девочку мне подарила моя дарительница. Давайте мы ее откроем и посмотрим. Наверное, большинство из вас уже знают эту куколку. Зовут ее Клео Ириска или Клео Латина. Это новинка 2021 от российского дистрибьютора кукол Паула Рейна. У нее такой вот смуглый скинтон, как у Мэйли. Я уже подготовила Мэйли, сейчас мы с вами сравним серые глазки. Мне нравится, что куколкам вот с таким скинтоном делают глазки, ой, губки поярче. Смотрите, какие у нее губки. Вот, так, давайте снимем эту штучку. Так, будем мы ее причесывать или нет? Если честно, я не очень хочу ее причесывать, чтобы не ломать челочку. Так, у куколки два хвостика, как у школьницы. По цвету волос. Цвет волос очень близок к Карле. Мне кажется, это ее цвет волос. Так, логотип Паула Рейна. Смотрите, какая лапушка. А где у меня? И тут есть небольшая расчесочка другой куколки. Сейчас чуть-чуть вот так распушим. Ну, смотрите, за счет того, что челочка, как у школьниц, прошита отдельным рядом, то она лежит довольно-таки хорошо. И еще мне нравится, что длина челки не короткая. Вот как раз, ну, почти по ресничке. Если она и подскочит, то как бы все равно она будет хорошо лежать, как мне кажется. Волосики мягенькие. Мне кажется, их не прям так, чтобы очень много. Или это за счет того, что вот часть, наверное, вот здесь вот коротких хвостиков короче, часть длиннее. Но они достаточно густые. Вот если, ну, я не знаю, распускать или нет, я думаю, что я не буду сейчас эти хвостики распускать, потому что потом я так не соберу. Это потом, если уже, когда я какой-нибудь образ для нее придумаю, тогда, конечно, я ей распущу волосики. Такая лапочка. Вы знаете, что я молд Клео очень люблю. Один из моих любимых молдов от Клео, Лиу. Очень мне нравятся куколки с этим молдом. Поэтому спасибо большое. Так, взяла две помощницы. Мэйли нам поможет сравнить скин-тон. Сейчас мне кажется, что Клео немножечко более загорелая девочка. Хотя вот так внешне они очень похожи. Ну, если я отличаю... Ну, наверное, отличается все-таки. Или это за счет мордашки. А вот по личику, мне кажется, наоборот. Мэйли темнее. Здесь, наверное, есть какая-то розовинка, мне кажется, вот у этого тона. Чистая, такая, знаете, загорелая Шкода. А вот по цвету волос, здесь у меня тоже рядышком есть Карла. То есть, ну, я бы сказала, один в один. Конечно, это, наверное, другой локон, потому что здесь прямые волосики, а здесь удлиненные. И мне нравится, что здесь... Ой, волнистый, я хотела сказать. Длина волос... Вот самый длинный локон, смотрите, вот чуть ниже попы получается. Нет, не буду я, девочки, ей хвостики расплетать. Я думаю, кому нужно на фотографиях других девчонок, посмотрите. Я думаю, ей уже хвостики расплетали. У меня пока пусть она поживет с хвостиками. Очень красивая девочка, мне нравится. Кстати, мне попала девчушка с хорошими ровными лапками. Это, на самом деле, редкость. Легко исправляется, как и легко деформируется. То есть, могут... Это винил, он податливый. И вот даже если вам пришла куколка с ровными ножками, она, если вдруг у вас где-то криво полежала, постояла, например, на одну ножку опиралась, то, как бы, могут уже и неровненькими стать. Но это все легко исправляется с помощью теплой горяченькой водички. Есть у меня видео такое на канале. Смотрите, какая. Такая милашка. Далее, смотрите, в посылочке была вот такая переноска для кукол. Я немножечко с ней знакома. Мне другая девочка присылала, как бы, показывала, говорит, посмотри, как классно придумали. Переносочка. Вот именно вот это, да, вот с логотипом. Я вижу, что это от магазина Ева Крамер. Вот, кстати, ссылочка, кто спрашивает, если в России кукол Поларей накупить. А группа российского дистрибьютора ВК ВК Паула Ларейна. Ну, или наберете, загуглите, посмотрите. Так, смотрите, теперь мои куколки будут путешествовать со мной. Я надеюсь, у меня будет скоро много возможностей путешествовать. Не только у меня, как бы у всех. И они теперь будут, мои девочки, ездить с комфортом. Смотрите, какая прелесть. Здесь даже есть какая-то, ну, прокладка или синтепон, или еще что-то, что куколкам вот тут будет мягенько. Почему говорю куколкам? Потому что, мне кажется, сюда, может быть, даже и две поместятся. Хотя, судя вот по вот этой штучке, она предназначена, скорее всего, для одной куколки. Но, если не застегивать, то сюда вполне поместятся две подружки. Вот так, одна и вторая. Или валетика. Как бы для двух поолочек свободно. Смотрите, здесь еще, что немаловажно, есть карманчики. Три кармашка вот таких. Сюда можно положить тоже расчесочку, дополнительную какую-то обувочку, аксессуары. Если вы планируете фотографировать куколок, и нужно им что-нибудь запасное. И вот еще два карманчика. Супер. Я видела переноски для American Girl, для больших кукол на Алиэкспресс. Они там стоят немаленькие денюжки. И вот, как бы, не знаю, насколько это может сравниться. Здесь, я так понимаю, наверное, заказывали индивидуально у мастеров или на фабрике. В общем, ну, все сделано достаточно добротно. Можно даже сюда какое-нибудь вязание положить. И вот так вот закрываем. И девочка тут путешествует. И здесь еще... Только я не знаю, подойдет ли для меня. Я как бы не маленькая. Вот лямки, то есть, можно одеть как рюкзачок. Мне кажется, для меня эти, ну, для взрослого, наверное, великоваты. Скорее всего, здесь рассчитано на ребенка. Хотя, если постараться, то, наверное, можно и одеть. Но здесь есть вот такая ручка. Поэтому проблем не возникнет. Очень нужная вещь. Поэтому я бы, думаю, тоже себе бы не купила. По крайней мере, в ближайшее время. Поэтому благодарю. Замечательный подарок. Ну, и это еще не все. Смотрите, по ссылочке был пакетик с пряжей. И подарок для Софийки. Я, правда, сначала решила, что это тоже все для меня. Но нет. Этот подарок для Софийки. Смотрите, что здесь есть. Оп. А тут есть часики. Такая красота. Я на себя тоже пробовала одевать. Мне, конечно, оно получается впритык. Но одевается. Вот. Могла бы записывать видео. Так. И давайте посмотрим пряжу. Оп. Так что. Софийка моя тоже с подарочками. Смотрите, здесь я вижу что-то очень и очень интересное. То, чего я еще не пробовала. Так. Два вот таких клубочка секционного крошения. Это у нас Мадам Трикот. Похожую ниточку я как-то пробовала перле. Но мне кажется, она была потолще. Это прям такая тоненькая. Мне кажется, на маленьких куколок из нее будет вот типа монст. На барбейничек будет из нее здорово вязать. Вот это, скорее всего, номер цвета. 60-04. И здесь 30 грамм 200 метров. Ну да. Она получается потоньше, чем вот мы для полочек вяжем. Очень красивая расцветка и целых два клубочка. То есть, хватит на любой наряд. Вот это мне очень интересно, что такое. Смотрите. 15% полиэстер, 85% акрил, 100 грамм, 13 метров. Пряжа. Это что-то по типу ленточной пряжи. А марка... А, Нако, смотрите. Нако. А это у нас номер цвета. Ну, надо же. Я такое не видела. Давайте сейчас я так открою. Это прям вот можно навязать шикарных таких платьиц, как мы с вами с кружевом вязали. Только это вот уже как бы ленточная пряжа. Смотрите, какая красота. Что-то так вот как раз, наверное, для Клео Ириски. Что-то в таком цвете латино. Можно либо тут... Нет, зубчик оставить на низ. А вот тут вот цепляться. И будут вот такие красивые складочки. Посмотрите. Красота. Спасибо. И даже не слышала за такую пряжу. Здесь где-то еще я видела ярлычок Нако. Наверное, вот это. Да. Интересно. Напишите мне, это новое или наоборот уже такое, что как бы не выпускается. И как бы сложно найти. Это у нас Нако Кармен. А тоже здесь полиэстер и акрил. 100 грамм. Здесь уже 49 метров побольше. Эта пряжа, я так понимаю, наподобие Болеро. Вот это у нас будет Болеро. Но, смотрите, у Болеро здесь идет люрекс, а здесь такая вот она, бело-черненькая. Красота. Красиво. Я все собираюсь и из такой пряжи. У меня пару моточков есть. Синенький точно есть. Еще какой-то. Связать платица наподобие кружевные, как мы с вами вязали. Но все никак не соберусь. Вот. И здесь, смотрите, это уже ярнарт. Об этой как бы пряже я слышала. Но, по-моему, она либо снята с производства, либо ее мало завозят, как бы мало пользуются. Ну, видимо, мода уже прошла. Ранее вот такие шарфы с нее вязали. Тоже, видите? Красиво. Она очень нарядно в платьице выглядит, потому что она вот так складочками берется. И люрекс понизу. Очень красиво. А вот такой, по-моему, у меня нет. Это Болеро Айс. Здесь идет край. Ну, словно с бахромой, да? Где мне тут кусочек вытащить. Вот, видите, какая ленточная пряжа. И тоже она вот в сборке смотрится шикарно. Вот как раз из красного у меня не было. Можно что-то типа наряда фламенко связать. Будет очень красиво. Смотрите, что я еще обратила внимание. Видите? Ниточка вот здесь вот малиновая. Ну, соответственно, здесь оранжевая. А здесь цвет меняется. То есть она еще на протяжении... Потом цвет получается другой. Здесь, мне кажется, достаточно много. Ну, получится словно два. И здесь вот еще, смотрите, еще по-другому. Словно разные платьица. Класс. Такая мягенькая. Еще на день Николая у меня добавилась вот такая малышка. Это уже Алексей и София мне подарили. Представляете, у нас поболиков привезли в Сильпо. Поэтому девочки из Украины, кто как бы ходит в этот супермаркет, обратите внимание. Их было четыре, наверное, вида. Вот такая. Потом такая же девочка, но в другом платьице. Блондиночка и рыженькая. По-моему, так. Может быть, еще одна какая-то, но просто наряды отличаются. Вот такая славная девочка. Такая мордашка. Губки. В общем, замечательная. Волосики. Ну, как обычно, как у баболиков. Средние прошивочки. Но, смотрите, сама девочка очень и очень миленькая. И причем они продаются в такой вот шикарной подарочной коробочке. Куколке еще идет расческа. Одежда, правда, обычная китайская. Хотя вот здесь даже очень ничего. Все так прошито. Джинсовый комбез и кофточка. Вот. И куколки идут, как я сказала, вот в такой коробке. То есть, вполне как бы презентабельные. И цена 100 или 125 или 135 гривен. Точно не помню. Вот. Поэтому у меня есть пополнение в семье баболи. И у меня здесь много пряжи. Ну, много, относительно много. Которая у меня была под подушечкой. Смотрите, помните, когда последний был вязовлог там с игрушечками. Я вам говорила, что мне очень понравилась вот эта пряжа. Там прям у меня вот такой вот цвет был. Но я ее не смогла найти в интернет-магазинах. Только оптовые видела. Продажи. Вот. А Святой Николай мне нашел. Смотрите, сколько цветов. Этот цвет, вы уже знаете, это 306. Здесь красивые переходы. От светло-лиловый, наверное, сиреневый, до розовый. Вот и более темные оттенки. Так. И вот похожий. Похожий цвет. 308. Здесь, смотрите, сиреневый практически вот как здесь, наверное. Но только вместо розового здесь серо-коричневые ниточки. Такой вот благородненький, красивый. Мне нравится эта ниточка. По ощущениям, вдруг кто-то не смотрел вязовлог, потому что игрушки не все смотрят у меня пока. Сейчас я вам скажу. 50 грамм, 200 метров. И состав, состав, где у нас пишут состав. 20% шерсть, 80% акрил. Я вязала крючком. Конечно, для Паула крючком может быть будет, ну не может быть, а будет как бы толстовато, если по моим мастер-классам. А вот я мышки вязала платьица. Ниточка идет неравномерная. Где-то она толще, где-то она тоньше. Но я думаю, что как раз в этом и сути. То есть такое неравномерное полотно получается. Так, это у нас вот эти два оттеночка. Затем два клубочка у меня вот такой пряжи. Цвет это 310. И здесь, смотрите, розово-бордово-серый. Тоже очень красивый оттенок. Мне очень нравится. Так. Вот этот цвет очень красивый. Горчичный, с зеленым. Номер 305. Пряжа прям классная в руках. Очень приятно держать. И вот видите, здесь вот такие идут вариации. Смотрите, вот видите, одновременно есть и очень толстая. Ну как очень? Не так, чтобы прям очень. Но толстенькая ниточка. Есть вот потоньше. Но когда ее растягиваешь, то более-менее она как бы однородная идет. Вот. Так, цвет я назвала вам 305. Очень красивая. И последний оттеночек. Это вот такая уже более темная палитра. Мне кажется, пальтишко будет из этого шикарно смотреться. Такой вот цвет красивый. 301. Он, конечно, темный. Но красивые такие переходы. Видите, бордовый здесь. Мята с шоколадом. Коричневый. Красивый. И еще у меня здесь три моточка. Знаете, какой пряжи? Я вам ее показывала. Ну не такую. Такой у меня не было. А однотонную. Yarnart Baby Cotton Multicolor. Это новинка этого года. Которая очень похожа на Gazal Baby Cotton. Я так еще эту пряжу и не попробовала. Еще не вязала из нее. Кто-то писал мне либо в комментарии, либо в личку. Не помню, что линяет она. Ну, как бы я не знаю. Я не пробовала. Поэтому на всякий случай, если что, проверяйте. Ну вот по ощущениям. Это, наверное, по... Нет, это хлопок с акрилом. 50 на 50. 50% хлопок, 50% акрил. И здесь 50 грамм, 165 метров. То есть она по метражу такая, как джинс. Но она тоньше идет. Тоньше. И здесь, конечно же, скрутка слабенькая идет. Хотя вот тут как бы и неплохо. Но если сравнивать с джинсом, то слабая скрутка. Новичкам, возможно, будет тяжеловато вязать, чтобы вот нить не расстраивалась, чтобы все ниточки захватывать. Цвет вот этот красивый 5201. Голубенький такой. Рыженький 5208. И зелененький 5207. Зелененький вообще. Пряжа очень мягенькая, очень классная. Ну, если она такая же, как и казал Бэби Коттон, ну, а по ощущениям очень они похожи, то вяжать с нее приятно. Хоть и слабая скрутка, но когда вяжешь, ну, вот, ну, мне по ощущениям она очень нравится. И здесь у меня еще лежит большой моток. Так, возможно, когда был последний эфир, я забыла убрать свою старенькую-старенькую шальку. И Святой Николай решил, чтобы я не позорилась. И вот такой вот мне моточек положил, чтобы я себе связала домашнюю шальку. Смотрите, это у нас флауа с мерином. Пряжа, которая подходит для, ну, как я, ну, наверное, не только для шали, потому что, вот видите, здесь и кофточка нарисована. Я видела фотографии, превьюшки, что вяжут из нее одежду. Она от той пряжи, из которой бактусы, вот тоненькие платки вяжут. Она отличается и составом, и метражом. То есть, если там у нас, когда я вязала бактус, показывала вам там 50 грамм тысячам, ой, 250 грамм тысячам метров, то здесь, то здесь, 225 грамм, 590 метров. То есть, она, ну, в два раза точно толще, а то, наверное, и чуть-чуть поболее. Ну, где-то будем в среднем, наверное, в два раза толще. И состав. 25% шерсть и 75% акрил. Вот пряжа на ощупь приятная, интересная вот такая вот расцветочка от, наверное, от белого, да? Да, видите, вот здесь внутри белый цвет уже, вот хвостик есть, чтобы серединки вязать. И вот идет желтенький, потом розовый, сиреневый. Очень красивая. Я сейчас вяжу, ну, как вяжу? Стараюсь вязать, мало связала. Софийки Бактус она просила, а потом уже тогда себе вот такую шальку свяжу. Вот. Так, ну что, друзья, показала вам свои шикарные подарочки. Если вам нравится, поставьте, пожалуйста, лайк. Пишите свои комментарии. Пишите, как вам Клео и Рисочка. Я знаю, многие ждали от меня этого обзора. И вот смотрите, как прекрасно сложились звезды, что я вам показала эту девочку. Есть ли у вас уже эта куколка? Как она вам? Пробовали ли вы пряжу, которую я вам показала? Встречали ли вот эту интересную? Однако, Кармен или это у нас кто? Полька. Если встречали и покупали, что из нее вязали, пробовали ли вот такую пряжицу. Вот. Ну, конечно же, бабулики наши любимые. Вот. Я вас всех обнимаю. Желаю вам, вашим близким, крепкого здоровья, мира, добра, как всегда, благополучия. Пусть все у нас будет хорошо. Впереди новогодние праздники, поэтому желаю вам, чтобы у вас было больше возможностей сделать подарки своим близким, своим друзьям, прекрасно провести эти праздники. Пишите, дома вы будете или куда-нибудь собираетесь. Мы, я думаю, будем дома. Вот. Желаю вам путешествий и всего, ой, и всего самого-самого прекрасного. Не забудьте, пожалуйста, лайк. Если не подписаны на канал, смотрю, много людей смотрят без подписки, обязательно подписывайтесь. Ну, не обязательно, но если вам интересна эта тема кукол и всего около кукольного. И жду ваши комментарии, обратная связь. Пока-пока, до новых встреч. И еще раз отдельное спасибо моей дарительнице за замечательные эмоции, потому что, когда мы открыли посылочку, оттуда выглянула эта девочка. Ну, я прям, я не собиралась, честно скажу, ее покупать, но, потому что, как бы, куколка пока у нас в Украине не продается, поэтому для меня это был совершенно неожиданный подарок, вот, которому я очень рада. И она такая миленькая, улыбается, из пакета на меня смотрит и говорит, давай, 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 доставай меня и вяжи мне новый наряд. Все, я вас всех обнимаю. Еще раз вам здоровья, вам, вашим близким, пусть все будет хорошо. Пока-пока. Пока-пока.